Субтитры сделал DimaTorzok Ну а каков выхлоп будет? Была критика, любая государственная акция в наше время вызывает сложные проявления чувств. Двойной шок последних лет, коронавирус и снижение цен на ключевые экспортные позиции. Даже человеку без экономического образования понятно, что нефтяной суперцикл завершается. Нужно что-то менять уже стратегически. Добрый вечер, я Ирлан Бихожин. Это программа «Национальный интерес» о глобальных изменениях для Казахстана. Сегодня будем говорить с человеком, который предлагает новый вектор развития. У нас в гостях председатель агентства по стратегическому планированию и реформам страны, управляющий Международным финансовым центром Астана Хайрат Келембетов. Здравствуйте, Хайрат Нематыч. Своё первое образование вы получили на факультете кибернетики и вычислительной математики ММГУ. Почему выбрали эту специальность? Кто подсказал? В то время-то. Ну да, у нас часто мне задают этот вопрос, потому что у меня родители из писательской среды. Старший брат поступил на физический факультет МГУ, и он на 5 лет меня старше был, безусловным авторитетом моральным. Конечно, вот этот интерес к естественным наукам усилился. Я после 7 класса перешёл в республиканскую физико-математическую школу, дальше там уже заданный маршрут. То есть он где-то надавил, да? Нет, я думаю, что тогда все увлекались физикой, математикой. Кабмиал брат, иди туда, да? Я смотрел просто как на его пример, и это было очень романтично. У вас 4 диплома в своё время стали самым молодым членом Кабмина, министр экономики в 33 года. Уже тогда начали проявлять талант стратега? В 2002 году указом президента, тогда Ельбаса меня назначил, а до этого, ещё в 99 году, то есть за 3 года до этого, я возглавил агентство по стратегическому планированию. Тогда это было маленькое агентство, до этого это было агентство по стратегическому планированию и реформам. Тогда мне было 29. 29. Да. Ну, самая молодость, и вдруг бац, на агентство. Как воспринимаете это? Ну, это был хороший вызов. Если вспомнить вообще, что в 97 году первый президент Ельбаса утвердил стратегию «Казахстан-2030», то как раз «Казахстан-2030» стратегия готовилась большим творческим коллективам. С казахстанской стороны это больше были молодые экономисты, которых собрали в Высшем экономическом совете администрации президента. Идея была изучить мировой опыт, пригласить наиболее квалифицированных консультантов и проработать долгосрочную стратегию на 30 лет. Но вот с тех пор был большой интерес к лучшей мировой практике, к реформам в экономической сфере. И, ну, по сути, и сегодня этот опыт востребован, особенно когда был создан Высший совет по реформам. Президент Хасам Жамар Кемель Штукаев доверил вам очень важную часть управления страной, если не главное, стратегическое планирование. И вот в прошлом году были образованы два важных института. Высший совет по реформам при президенте страны и агентство по стратегическому планированию и реформам. Вот поясните, какова роль Вашего ведомства в этом большом совете при главе государства? Глава государства в сентябре прошлого года в своем послании объявил о создании Высшего совета по реформам. Это специальный институт, куда входят семь членов Высшего совета. Глава государства сам является председателем этого совета. Также было образовано шесть консультативных комитетов. То есть это очень важно, что специальные шесть рабочих групп, которые возглавляют, вот три рабочие группы возглавляет премьер-министр. Это рабочие группы по диверсикации экономики, группа по бизнес-регулированию, то есть облегчению условий, особенно для малого и среднего бизнеса, и группа по социальной политике. Также есть специальная группа по сбалансированной макроэкономической политике. Ее возглавляет сам Сэр Сумачекроварти, будучи в прошлом президентом Европейского банка реконструкции и развития. Он такой достаточно подготовленный, квалифицированный эксперт в этой сфере. И в эту группу входят как структуры правительства, такие как Министерство финансов, Министерство экономики, так и Нацбанк и Агентство по финансовому регулированию. Также я являюсь членом этой группы. И две группы, которые возглавляет руководитель администрации. Это группа по модернизации государственного управления, сектора государственной службы и группа по реформам в судебной и правоохранительной сфере. Но, как вы видите, все шесть групп сконцентрированы на решении тех задач, которые сейчас, прежде всего, стоят перед обществом. То есть это ответ на тот кризис, о котором вы говорили в самом начале. Действительно, глава государства поставил задачу восстановления экономического роста уже в постпандемический период. То есть что нужно делать уже непосредственно с учетом тех вызовов, которые есть, как Национальному банку, так и правительству Республики Казахстана и другим государственным органам. Это вот с одной стороны. А с другой стороны, все-таки нужно было заглянуть за горизонт. То есть действительно заняться стратегическим планированием. Не только заниматься решением краткосрочных и даже среднесрочных задач, а больше сконцентрироваться на стратегических вопросах 5-10 лет. То есть какая модель мировой экономики устанавливается, какие мировые мегатренды и что нам со всем этим делать. Ну, рабочим органом является это высшего совета администрации президента. Тем не менее, есть рабочий процесс, которым координатором или модератором рабочей дискуссии является Агентство по стратегическому планированию реформ. Оно вновь было создано. И к нему присоединили также Бюро по национальной статистике. Да. Ну а вот при закрытом формате обсуждения каких-то задач, дискуссии достаточно жарко идут? Во-первых, как бы здесь две итерации. Вот, например, когда мы обсуждали национальные проекты, то есть это была открытая дискуссия с подключением общественной экспертизы, экспертов, с подключением депутатов парламента. То есть мы хотели бы, чтобы те, наверное, решения, которые готовятся, или те проблемы, которые есть, они были озвучены всем обществом. И мы вот эту обратную связь, в том числе в рамках концепции слышащего государства, мы ее получаем. В какой-то момент уже идет выработка окончательного решения, или решения, которые будет предлагаться рассмотреть на уровне главы государства. Вот эти решения уже проходят в режиме Совета экономической политики. Дискуссии жаркие, очень часто есть несколько точек зрения, но в итоге мы приходим к тому самому окончательному решению, которое ждет от нас глава государства. То есть до конфликта не доходит? Это ведомственные дискуссии, я думаю, что все поднаторили в них хорошо. Но как раз таки, почему глава государства и создал Высший совет по реформам, потому что в некотором смысле, вот чтобы избежать чрезмерной бюрократии, чрезмерного забалтывания, наверное, решения каких-то вопросов, он поставил задачу максимально разрешать вот те вопросы, которые есть у нас в краткосрочной, среднесрочной перспективе, и не затягивая их обсуждать на его уровне. Но я так понял, перед Аспир не стоит задача пересмотра стратегических целей. Зачем тогда вот раньше ликвидировали эту структуру? Вот если Вы помните, что эта структура была создана в 97-м году, и в 2002-м году, когда принималось решение о гармонизации стратегического, экономического и бюджетного планирования, было создано Министерство экономики и бюджетного планирования, МБП, это 2002-го года. Оно много лет проработало. То есть функция стратегического планирования перешла в структуры правительства Республики Казахстан. И сейчас было принято решение, что все-таки иметь отдельно выделенную функцию. Здесь есть два таких момента. То есть это, с одной стороны, дополнительное мнение о том, что нужно делать правительству, и это структуры подотчетные непосредственно главе государства готовят. С другой стороны, те поручения президента, которые идут правительству, мониторинг реализации реформ, он закреплен за агентством по стратегическому планированию, поэтому было принято такое решение. Но другим, наверное, важным моментом, почему было принято решение, все-таки вот сама пандемия и допандемические мегатренды в мире. Вы сами говорили о том, что суперцикл такой долгосрочный, высоких цен на сырьевые ресурсы, скорее всего, заканчивается. Хотя краткосрочно, среднесрочно мы видим, что цены на нефть поднимаются, и скорее всего, мы еще... Мы говорим, и слава богу. Да, и слава богу, но как раз-таки глава государства поставил задачу не расслабляться, а понимать, что это, возможно, заключительный короткий цикл, и нам нужно правильно его использовать для того, чтобы сохранить соответствующие ресурсы национального фонда. С другой стороны, вот четвертая индустриальная революция, то есть это тренды появления новых технологий. Очень важно не остаться в таком арьергарде, что ли, мирового технологического процесса, то есть очень важно успеть заскочить вот в этот уходящий поезд новых высоких технологий. Вопросы декарбонизации — это отдельный вопрос, который вообще ставит очень много задач по новой бизнес-модели экономики Казахстана. То есть если раньше в стратегии 2030 мы опирались на энергетические ресурсы, то сегодня мировое сообщество как бы по-другому к этому относится, и нам из этого нужно делать выводы. Плюс пандемия ускорила вопросы и требования тотальной цифровизации государственных органов. Мы с вами ощутили по системе здравоохранения и системе образования, как и во многих других странах, что они не всегда выдерживали вот тот наплыв клиентов этих информационных систем. Поэтому было принято решение, что должна быть тотальная цифровизация, был создан офис цифрового правительства. Мы переходим вообще на новый принцип государственного управления — государство как платформа. А вот здесь нет конфликта интереса между Аспирой и правительством? Вы выступаете в роли некого ревизора, что ли? Или так мне кажется? Мы скорее дополнительный аудит и дополнительное мнение для того, чтобы выработать окончательное экономическое решение. Мы работаем в тесном тандеме с правительством, то есть мы во всех рабочих группах, мы во всех консультативных комитетах, но предоставляем отдельное мнение главе государства по поводу того или иного экономического решения. И вот это ваше мнение может разниться с мнением правительства? Оно может и должно разниться с мнением правительства, поскольку правительство должно концентрироваться на краткосрочных задачах, и иногда решение задач с их точки зрения выглядит таким образом, но все-таки мы пытаемся в рамках рабочей групп предложить более долгосрочный подход, и, как правило, находим понимание. Но вот здесь кто прав, уже это выбор за президентом, да? Или он вас собирает и все-таки начинает решить? Да, окончательное решение принимается на уровне главы государства. Но мы стараемся уже предложить какие-то опции, то есть варианты решений, для того, чтобы уже состоялось так называемое окончательное политическое решение. Бюро по статистике было выведено из состава правительства, и на сегодняшний день находится в структуре агентства по стратегическому планированию и реформам. Вот в чем эффективность этого шага? Решение о том, что бюро должно быть выведено из состава правительства, было принято в сентябре прошлого года, вместе с созданием агентства по стратегическому планированию и реформам. В свое время это была и отдельная структура, были и подходы, когда это был отдельный комитет внутри Министерства экономики. Все-таки, когда мы решили перейти на новую модель государственного управления и создать, в том числе сформировать новые национальные проекты, было принято решение, что информацию о реализации тех или иных поручений в экономической сфере, то есть все эти результаты должны напрямую ложиться на стол президента, и бюро должно быть независимым, то есть на него не должно быть давления как ведомственных структур, поскольку есть ведомственная статистика, очень часто ее нужно перепроверять. Допустим, статистика в сфере здравоохранения, статистика в сфере образования, в социальной сфере. С точки зрения тех ключевых показателей эффективности, которые есть у государственных органов. Поэтому было принято решение, что это должна быть структура отдельная, правительство, непосредственно подчиненное главе государства. Сегодня руководитель Национального бюро по статистике назначается главой государства. Вот, кстати, о статистике недавно завершилась. Национальная перепись населения. Вот ждем обновленных данных в середине 2022 года. А как эти сведения повлияют на принятие новых решений в странном масштабе? И вот многим непонятно, зачем нужны вот такие точные данные. Многим кажется, что достаточно одной общей цифры. Ну, есть, наверное, два аспекта, да? Любому государству нужна национальная система статистики. То есть мы должны знать, сколько у нас граждан Казахстана, сколько проживает и в каких регионах, какова ситуация с теми или иными аспектами нашей повседневной деятельности. Когда готовилась эта перепись, вообще она проводится раз в 10 лет, это правило, которое в целом придерживается система организации объединенных наций. В частности, мы тесно работаем с Европейским бюро по статистике. То есть раз в 10 лет идет корректировка и подтверждение тех данных по статистике, которые мы имеем в течение 10 лет. И, конечно, в этот раз мы... Она была отложена в предыдущие годы. Мы ее провели в этом году в очень сложное время. Было очень много вопросов проводить ее вот именно сейчас. Уже откладывать было нельзя, с одной стороны. С другой стороны, почему так много вопросов? У нас было в среднем 50 вопросов, но по некоторым направлениям он до 100 вопросов доходил. И, конечно, была критика. Любая государственная акция в наше время вызывает сложные проявления чувств у населения. Хотя, вот мы первый раз убедились, наверное, что цифровизация, она не только охватывает государственные органы, она очень хорошо на нее отреагировала население. 42% всех граждан Казахстана прошли перепись через онлайн работу. То есть самостоятельно, онлайн. Главы семейств заполняли все вопросы семейные. И, ну, вот я сам заполнял. Также это занимало там от 15 до 20 минут, ну, при подготовленной информации. И нас порадовало, что 42% от всех граждан Казахстана прошли это онлайн. Оставшиеся граждане были охвачены интервьерами. И мы, во-первых, признательны той большой работе, которая была проведена. И были очень высокие требования по вакцинации, по соблюдению эпидемиологических всех требований. Мы понимаем, что были какие-то вопросы. Тем не менее, мы все это прошли. Можно вот уже констатировать, что в целом перепись успешно проведена. Как вы правильно сказали, окончательные итоги будут подведены в июле 2022 года. Предварительные итоги до конца декабря, наверное, мы озвучим. Но в целом можно считать, что перепись состоялась. Очень было много вопросов с позиции, что у нас же повсеместная цифровизация. Зачем нам проводить дополнительную перепись? Действительно, есть очень много данных по тем или иным базам данных у государственных органов, у бюро по статистике. Тем не менее, мы только доформировываем сейчас национальные так называемые регистры по населению. Мы планируем, что следующая перепись, которую можно через 5-7 лет уже, наверное, досрочно провести, она как раз-таки будет уже полностью цифровой. Сейчас разработана концепция бизнес-реинжиниринга статистических процессов вместе с Министерством по цифровизации. Мы планируем серьезно модернизировать эту отрасль. Сейчас во всем мире идет революция в госуправлении, которая называется переход на управление экономики, основанный на данных, так называемый Data-Driven Government. То есть формируется своего рода озеро данных, где кластеризуются информационные системы всех государственных органов. И как раз-таки это поможет, с одной стороны, и принимать правительству правильные решения, основываясь на достоверной информации. И, с другой стороны, наверное, избегать каких-то до этого бумажных там всех операций. Я вам приведу пример. Например, очень часто в ваших репортажах Хабари показывают, что во многих населенных пунктах переполненность в школах. Три смены, например, в Коши показывают. Все это государство заранее должно знать на основе тех демографических трендов, на основе положения, сколько детей, когда пойдет в школу, в каком районе. Вот сейчас мы как раз вместе с государственными органами формируем такую базу данных. Вы знаете, что глава государства дал поручение построить в ближайшие 4 года через национальный проект образования свыше тысячи школ. Это не просто задача. Нужно знать, где эти школы нужны, как избежать трех смен. Вот для этого нужна повсеместная статистика. Или, например, статистика в сфере жилищного фонда. Нужно знать, в каких домах живут наши граждане, какое качество жилья у них, как готовить новую жилищную программу. Вот для всего этого проводила статистика. Или, например, в сфере здравоохранения мы в том числе перепроверяли данные ведомственной статистики Минздрава. Мы опрашивали, сколько людей заболело ковидом, сколько людей, например, из-за этого потеряло работу. То есть все эти данные будут в распоряжении государственных органов. И я думаю, что это хорошее подспорье для принятия правильных экономических решений в предстоящей перспективе. Да, когда мои многие тоже заполняли этот опросник, всем казалось, что какие-то странные там вопросы. То есть странных вопросов как бы нет, это чтобы заполнить вот это озеро. Вопросы были на ведомственном языке, которые касались иногда там младенческой смертности, вопросов там качества инфраструктурного каркаса государства. Но они все нужны, и государственные органы ежедневно этой информацией пользуются. То есть вы когда заполняли, ни один вопрос вас не смутил? Конечно нет, да. Сейчас мы прервемся на рекламу, так что оставайтесь с нами. Вот ни один кризис потребовался стране, чтобы наконец-то перейти к проектному подходу в экономике. Хотя Ельбаса еще говорил, что вся страна должна работать как единая корпорация Казахстана. Хасим Шамар Тукаев уже жестко заявил, что нужно отказаться от неэффективной госпрограммы и ввел национальные проекты. Я их смотрел, не могу сказать, что изучил, но они более структурированы, и в них закреплены конкретные ответственные лица. А в чем их отличие от прежней еще модели управления экономикой? Да, действительно, такая задача была поставлена тоже в прошлом году, в сентябре, в послании, что нам надо перейти от громоздких государственных программ к более лаконичным, сфокусированным национальным проектам. Если разрешить, я здесь тоже хотел бы начать с точки зрения того, что в целом концепция слышащего государства подразумевает собой модернизацию государственного аппарата. То есть сегодня то, что мы называем бюрократическим аппаратом или государственной службой, системой квази-государственных институтов, эти системы должны переориентироваться на решение тех задач, которые непосредственно стоят перед Республикой Казахстан. И, конечно, уже сам подход в реформировании этих структур, он базируется на принципе, так называемом, человекоцентричности. То есть все, что делается государством, должно быть понятно для общества в Казахстане и направлено прежде всего на улучшение благосостояния граждан Казахстана. И для того, чтобы этих задач добиваться, нужна фокусировка определенная, нужны приоритеты. Вы знаете, что в феврале этого года глава государства утвердил своим указом 10 общенациональных приоритетов. Это приоритеты в трех основных сферах. Это в социальной сфере, например, образование, здравоохранение. Это приоритеты в сфере изменения реформы институтов. Это, например, новая модель государственного управления. И приоритеты в сфере диверсификации экономики. То есть есть четкие приоритеты. Когда есть приоритеты, их не может быть 100, их может быть от трех до десяти. Вот эти 10 приоритетов были утверждены. Соответственно, это 90% интересов граждан Казахстана. Вот если каждодневная жизнь охватывает, государственные органы так или иначе соприкасаются с жизнью граждан Казахстана, то вот эти 10 приоритетов их охватывают. И вот по ним нужно добиться ощутимых, конкретных, измеримых результатов. Вот для того, чтобы добиться реализации этих задач, были сконцентрированы и сформулированы 10 общенациональных проектов. Национальные проекты. Список был утверден главой государства. Почему важно на уровне главы государства было утвердить? Потому что очень часто каждое министерство или ведомство хочет утвердить свой национальный проект. Вот каждое министерство видело раньше под себя какую-то государственную программу, где выделяются какие-то ресурсы, и в общем министерство их как-то охватывает. Здесь мы подошли к другой подход, это сингапурский подход, когда министерства и ведомства, они объединяются вокруг решения одной задачи. Вот, например, вопрос национальный проект по здоровой нации. Является ли это проблемой только Минздрава? Наверное, нет. Это и проблема и других министерств, которые отвечают за пропаганду здорового образа жизни, или это тематика в том числе Министерства образования по поводу уроков физкультуры в школах, в университетах. И вы видите, что очень много министерств, они должны решать одну задачу. Как правило, в государственных программах было так, что каждое министерство имело свою ведомственную программу и старалось не общаться с другими министерствами. Сегодня даже на уровне информационных систем эти информационные системы друг с другом не разговаривают. Вот для того, чтобы преодолеть вот эту ведомственную разобщенность, и был общий государственный подход, был принят подход, когда мы перешли от государственных программ к проектному управлению. Вот сейчас скажу хорошее слово за государственные программы, они в свое время сыграли большую роль, особенно когда была гармонизация стратегического бюджетного планирования, что не просто отдельная бюджетная программа, например, ведомству выделили столько денег, они их освоили. Ну и что, добились они каких-то результатов, придвинулись мы ближе к решению наших общенациональных задач. Вот этот вопрос немного хромал, особенно в связи с тем, что многие государственные программы хронически недофинансировались. Сегодня мы переходим к национальным проектам, и задача такая. Национальный проект может быть утвержден, а это уже будет утверждение на уровне правительства, где есть более гибкий подход, если есть соответствующее финансирование. И мы параллельно работали в том числе и с Республиканской бюджетной комиссией. То есть национальный проект — это свод действий государства по достижению тех целей, которые поставлены главой государства и которые определены приоритетными. Соответственно, есть конкретная задача, достижимая задача, измеримая задача, и есть конкретная ответственная. Это то, за что ругали государственные программы. А кто же все-таки отвечает, если что-то получилось и что-то не получилось. Но у нас, как всегда, вы знаете, у победы много отцов, а поражение сирота. Вот в данном случае как раз главой государства утверждены ответственные. У каждого национального проекта есть куратор. Это либо премьер-министр, либо его заместитель. Далее ответственные министры. Далее каскадируются эти задачи вплоть до ответственного заместителя министра, который уже отвечает за 2-3, не за 10 тысяч, а за 2-3 конкретных показателя. И его работа на ближайшие 3-5 лет выстраивается очень конкретно. В госпрограммах мы ждали, наверное, очень часто, когда госпрограмма завершится, она принималась на 5-10 лет, и потом делался анализ. Делался ежегодный анализ, но он не был окончательным. Сегодня национальный проект принимается таким образом, что 24 часа в прямом эфире идет освещение деятельности по национальному проекту. То есть к нему доступ будут иметь не только государственные органы, но и общественные структуры, общественные советы, экспертные круги. И вся эта информация будет доступна. В этом смысл национального проекта, его можно отслеживать. То есть если мы идем немножко не в ту сторону, можно вернуться и что-то исправить. Если нужно переаллокировать ресурсы, то их можно перебросить с одной задачи на другую. Но сама задача уже поставлена, и ее нужно реализовать. Я думаю, что в этом большое отличие от государственных программ, когда национальный проект является, во-первых, очень понятным документом, буквально несколько страниц, и очень мобильным. В государстве любой его гражданин может прочитать, чем в этом национальном проекте люди занимаются, и с кого будут спрашивать. А здесь как-то система наказания предусмотрена? Вот кто не выполнил? Да, я думаю, что здесь вот сама система ответственности предполагает персональную ответственность за не выполнение задачи. А в чем она будет выражаться? Вот вы знаете, когда сейчас, в том числе в реформе госслужбы, когда тот или иной высокопоставленный служащий государственный будет освобождаться от занимаемой должности, он как раз будет очень четкий спектр, что было выполнено, что было не выполнено. То есть это объективно. То есть с одной стороны, каждый человек будет знать, за что его ждет то или иное наказание, и стремится к тому, чтобы его избежать. Говорить очень правильные вещи, более того, говорить очень красиво. Ну а каков выхлоп будет, вот когда казахстанец почувствует, ой, Рахмед, нацпроект как мне помог, как улучшил качественно мою жизнь? У 10 национальных проектов есть 100 соответствующих задач и 200 показателей. Они все являются следствием вот 10 основных, мы их называем мегаиндикаторы. Например, до 2025 года предполагается, например, что мы достигнем того, что продолжительность жизни в Казахстане достигнет 75 лет. Это очень объективный показатель, то есть будет видно, достигли, не достигли. Или в сферу инвестиций будет привлечено такое-то количество, например, столько-то триллионов тингетов. Привлекли, не привлекли. Или, например, в сфере образования не будет трехсменных школ. Есть или нет, да, этот факт? Это вот как бы... То есть такие четкие показатели? Четкие показатели, да. Или, например, вот что для меня очень было важно, это вопрос качества образования и ликвидации вот этого разрыва между различными регионами и внутри регионов, между городской местностью и сельской местностью. То есть сегодня система образования должна стать тем социальным лифтом, когда человек из любого населенного пункта в сельской местности, в городской местности, должен получать высокое качество образования. То есть как это достичь? Есть измеримые стандарты международные, так называемый коэффициент ПИЗа, где измеряются экзамены наших детей по чтению, по математике, по естественным наукам. И как раз вот перед всей системой образования, перед всеми госорганами стоит задача, чтобы мы все-таки выровняли внутри страны, так и достигли высоких показателей на мировом уровне. Но мы в свою очередь решили спросить у самих казахстанцев, какие программы или реформы они считают нужными для страны. Вот внимание на экран. Надо акцент делать на молодежь, на образование, то есть образовательное именно, чтобы больше там давали гранты. Вот, допустим, кажется, все равно будущее за молодежью, давать образование, можно сказать, хорошее, бесплатное. Будущее все равно за нами, за молодыми. В первую очередь мне бы хотелось, чтобы были созданы больше условий для детей с особенностями. То есть это дети аутисты, дети, у которых ЗПРР, допустим, государство выдает квоту им один раз на реабилитацию. А реабилитация вообще, как бы, для таких детей она нужна ежедневно. То есть вы понимаете, что это, как бы, от нее пользы нет. Вот хотелось бы больше вот таким деткам помочь. Бюджетная программа для людей, например, кто до 30 лет, зарплаты там средние, 120, какое-нибудь жилье, чтобы было. Например, в основном программа для молодых семей же, там муж и жена. А есть и одинокие люди, у кого там половинки нет. Ну, чтобы у них возможность была приобрести жилье. Вообще, очень интересно было бы для людей пожилого возраста, для пенсионеров, организовывать соревнования городские, рыболов, спортсмен, вот. Вовлекать туда большое количество рыбаков-любителей, проводить эти соревнования с настроением, чтобы можно было после этого с гордостью говорить, я был участником или я даже победил в каком-то там конкурсе. Вот видите, мы с вами говорим о глобальных реформах, миллиардных нацпроектах, а людей интересуется совсем другого. Как объяснить, что эти нацпроекты делаются для самих людей, тех же рыбаков и холостяков? Я вот полностью солидарен с тем, что было сказано. Давайте я попытаюсь на нескольких примерах буквально раскрыть. Вот когда принимаются госпрограммы или национальные проекты, то, конечно, есть некое ощущение, что государство само по себе чем-то занимается, в смысле его аппарат своей жизни живет. Это не так. Так, потому что национальные проекты, как я говорил, и главный принцип вообще формирования любого национального проекта, это человекоцентричность. Вот вначале говорилось про образование. Мы все с вами понимаем, что благодаря демографическим трендам в ближайшие 10 лет на рынок образования, а потом и на рынок труда, дополнительно придет 1 миллион человек. И это огромная нагрузка. У нас при сегодняшней инфраструктуре есть трехсменные школы. У нас сегодня есть заполненность госпиталей и всего остального. Мы, государство, серьезно готовится к тем... И это же точечное. То есть мы знаем четко, где школы нужны. Они нужны в западных регионах Казахстана, в крупных мегаполисах, на юге Казахстана. В каком конкретно населенном пункте. То есть это большой вопрос. Я солидарен, что, наверное, главный упор вообще всех национальных проектов это подготовка человеческого капитала. Поэтому у нас самые мощные национальные проекты это образование и здравоохранение. То есть и на них, вот как я говорил, в трехлетнем бюджете плюс четвертый год предусмотрены, заложены все эти средства. Порядка 13 триллионов предусмотрено в республиканском бюджете, но в том числе они предусмотрены и в местных исполнительных органах, в местных бюджетах, потому что там общая система ответственности. То есть вся страна будет этим заниматься. Теперь, что касается людей с ограничениями, теми или иными, то как раз сейчас Министерство труда выносит в первом приближении концепцию социального кодекса на Высший совет по реформам. Вот буквально 7 декабря этот вопрос будет рассматриваться. То есть какие подходы в социальной политике? То есть как мы сделаем так, что каждый гражданин Казахстана так или иначе будет задействован или охвачен социальными структурами, или задействован в непосредственную экономическую деятельность государства? Это такой большой вопрос, которым мы все вместе занимаемся. Ну или, например, вопрос охраны окружающей среды. То есть каково качество атмосферного воздуха в городе Нур-Султан или в городе Алматы? Что по этому поводу делает государство? То есть какие... Вы знаете, здесь есть программы газификации наших основных ТЭЦ и в Алмате, и в Нур-Султане, и в 10 вообще крупных городах Казахстана. То есть это серьезные задачи, и все они направлены на ежедневное улучшение жизни казахстанцев. То есть это не отвлеченные задачи с какими-то отвлеченными там показателями. Это показатели, которые влияют на нашу с вами жизнь. Немного сейчас рекламы, и мы продолжим разговор. Ну мы уже говорили о том, что у вас хороший опыт стратегического планирования. Вот 400 шагов Ельбасы тоже были непосредственно вашей вотчиной, и нынешние нацпроекты тоже, как вы сказали, отбирали. Я вот читал, что далеко не все предложения разных министров туда попали. По какому принципу вы все-таки отбирали идеи, как были расставлены приоритеты по финансированию? Ну вы начали, наверное, с программы план нации. Помните, была программа в 2015 году, принята. Там было 100 шагов, 5 реформ институционных. Да, я вот эту программу имел. Вот эти реформы, они были направлены, вот три такие важные. Это правовая реформа, это реформа судебной и правоохранительной системы, это реформа в сфере диверсикации экономики и также был вопрос модернизации государственного аппарата. Вот преемственность вот этих реформ, она подтвердилась вот в создании Высшего совета по реформам и концентрации вот этих задач в шести консультативных комитетах, о которых я говорил. Теперь, когда мы утвердили в феврале общенациональный план до 2025 года, это по-старому стратегический план до 2025 года, потом был утвержден список национальных проектов, обсуждение шло 9 месяцев. То есть до самого последнего каждый государственный орган стремился все-таки свою отдельную программу продвинуть. Например, там есть программа «Здоровая нация», а хотели еще дополнительно принять, например, нацпроект по спорту. Хотя он, спорт у нас для того и существует, чтобы был здоровый образ жизни. То есть это взаимовязанные задачи. Это не значит, что кто-то принижается. Наоборот, проблема поднимается на общенациональный уровень и решается на общенациональном уровне. Поэтому мы убедили коллег, что не нужно 30 разрозненных задач, лучше 10 сконцентрированных. Вот было принято решение, я сейчас быстро по ним пробегусь. Это национальный проект «Качественное образование», «Доступное здравоохранение». Это национальный проект «ЖАСЛ Казахстан» по охране окружающей среды. Национальный проект «Рухани Жангару» — «Культурный код нации». Это тоже важная задача под нашей идеологической составляющей. Это проект «Технологический рывок через цифровизацию и инновации». Это проект, который, например, делает и Минцифры, и Министерство образования, и науки. И также проект «Безопасная страна». Проект развития агропромышленного комплекса — это серьезное формирование будущей структуры экономики Казахстана. Когда мы говорим, что нужно диверсифицировать экономику, уйти от зависимости от нефти и газа, то прежде всего, наверное, мы имеем в виду в том числе и развитие агропромышленного комплекса. Это проект «Сильные регионы», проект «Устойчивый экономический рост». В том числе внутри него такие программы, как раньше были стратегия форсированного индустриально-инновационного развития, развитие несырьевого сектора, формирование нефтегазохимического кластера и проект по предпринимательству. Это серьезный большой проект, то есть все-таки важно, чтобы больше 35% малый и средний бизнес у нас занимал в структуре ВВП. Это те задачи, которые еще на заре независимости ставились, и мы все вместе будем над этим работать. Ну а со стороны друзей и коллег-министров не было обид? Нет, я думаю, что это рабочий процесс. То есть помимо того, что у нас есть верхнеуровневые документы, такие как нацплан развития, план территориального развития тоже скоро будет утвержден, есть нацпроекты, но есть еще множество концепций. Каждая, есть отраслевые концепции, межотраслевые концепции. И те или иные вопросы, которые были важны для государственных органов, они там будут прописаны. Реализация уже будет через государственные органы непосредственно идти. Они принимают свои планы развития. Есть планы развития квази-государственного сектора. Все задачи будут охвачены. Но важно, я вот возвращаюсь к этому вопросу, чтобы были приоритеты. Если нет приоритетов фокусировки на этих задачах, тогда трудно будет через 3-4 года спрашивать, чего же мы добились. Здесь еще была же конкурентная борьба за государственное финансирование. Да. И вот когда мы, опять же, утвердили в первом приближении у главы государства список, то была такая задача, что если нет ресурсов, то у нас проект тоже подвергается сомнению. И поэтому бюджетные ресурсы все лето рассматривала Республиканская бюджетная комиссия. Там тоже есть двойной контроль, когда и Министерство финансов, и Республиканская бюджетная комиссия, Министерство экономики, они смотрят на целесообразность тех или иных действий государственного органа или ряда государственных органов. И все это прошло через горнила Республиканской бюджетной комиссии. В свою очередь уже в сентябре, в ноябре рассматривалось в двух палатах парламента. То есть, на самом деле, бюджетная составляющая национальных проектов получила всестороннюю оценку депутатов парламента Республики Казахстан. Да. Ну вот сейчас вы проследили некую преемственность от 100 шагов Ельбасы до нацпроектов. Но у меня иногда раньше было такое ощущение, что новая команда правительства заходит со своей реформой, и там какая-то преемственность особо не наблюдалась. Теперь этого не будет? Или я ошибаюсь? Я думаю, что немножко по-другому. Потому что, если вы помните, у нас была стратегия «Казахстан-2030». Она была утверждена в 1997 году. Где-то в 2012 году первый президент Ельбасы подвел какие-то предварительные итоги этой стратегии. Большинство задач было выполнено досрочно. И было принято решение разработать документ «Казахстан-2050». И это долгосрочная стратегия Казахстана, в которой главная задача — это чтобы Республика Казахстан вошла в тридцатку наиболее развитых стран мира. Это очень серьезный такой цивилизационный рывок Казахстана. И, конечно, на это нужно порядка, наверное, вот этих 30 лет, которые у нас есть. И дай бог мы эту задачу реализуем. Соответственно, вот эта большая задача, она лежит в основе всего стратегического планирования в Казахстане. И дальше появлялись планы. Вот план нации как ответ на глобальный финансовый кризис 2008 года и кризис по сырьевым ресурсам 2014-2015 года. И уже непосредственно, когда формировался Высший Совет по реформам, то есть была поставлена задача, вообще политический, наверное, лозунг главы государства — это преемственность реформ, но в то же время адаптации к новым реалиям. О новых реалиях мы говорили, это и пандемия, и мегатренды. И поэтому мы стараемся и сохранить преемственность реформ, последовательность реформ, но в то же время делать определенную корректировку на те новые обстоятельства, которые возникают по ходу. Этот механизм у нас как раз-таки вписан в реализацию национальных проектов. Понятно. И тогда, конечно, в госпрограммах не было ответственных. — Понимаете, они, с одной стороны, были, но, с другой стороны, хроническое недофинансирование снимало эти вопросы. То есть когда говорили, мы не построили такие-то дороги или не сделали какую-то социальную инженерную инфраструктуру в регион, потому что не дали денег. Почему не дали денег? Потому что в бюджете их не было. Почему их в бюджете не было? Потому что неправильно спланировали или не договорились. Вот это все сегодня исключено. Есть конкретные деньги в бюджете, есть конкретный план по инвестициям, есть конкретные ответственные. То есть теперь отвертеться по-хорошему будет сложно. — Ну можно будет? — Нет, я думаю, уже нет. — Невозможно. Ну вот вы говорили о том, что значительную часть финансирования национальных проектов составляют небюджетные средства. Вот есть ли у правительства достаточно надежные источники этих самых средств? И какую роль в их привлечении сыграет МФЦА? Вот когда я говорил о том, что есть национальные проекты, в которых заложены программы несырьевого экспорта, вопросы привлечения инвестиций в туризм, в развитие нефтегазохимического комплекса. То есть это не просто какие-то лозунги, это конкретные проекты, уже инвестиционные проекты, в которых есть очень четкая заинтересованность конкретных инвесторов, глобальных, региональных, местных. Либо это инвестиции суверенного фонда Самрук Казына, либо это финансирование со стороны Байтирека. То есть все эти программы являются частью большой инвестиционной программы правительства. Создан специальный по поручению президента инвестиционный штаб, который возглавляет сам премьер-министр. Созданы в Министерстве иностранных дел специальные подразделения на базе «Казахинвеста», которое называется «Таскфорс», то есть это рабочая группа, которая каждый проект по деталям рассматривает, кому-то нужна инфраструктура, где-то есть вопросы финансирования. Все эти проекты четко посчитаны. И в рамках тех инвестиций, которые Казахстан каждый раз привлекает, мы же все время говорим о том, что Казахстан привлек 370 миллиардов долларов инвестиций, в среднем мы порядка 20 миллиардов долларов инвестиций привлекаем. Вот внутри этих 20 миллиардов ежегодно сидят те инвестиции, которые намечены в конкретной индустрии, в агропромышленный комплекс, в туризм, в обрабатывающую промышленность. Вот они как раз и посчитаны. Роль МФЦА, если это глобальный инвестор или региональный инвестор, мы предоставляем нашу юрисдикцию для того, чтобы защищать права инвесторов, если возникают разные инвестиционные споры между ними, подрядчиком, между другими компаниями, либо инвестором и государственным органом по трактованию реализации инвестиционного контракта. Вот говоря о финансировании, мы все понимаем, что у нас в бюджете ощущается дефицит, поэтому буквально на днях президент Хасимжумад Тукаев подписал закон о гарантированном трансферте из нацфонда. Если я правильно посчитал, 6 триллионов 600 миллиардов тенге получит казна за три года, и сказано, что в основном деньги пойдут на пенсионные выплаты. Или все-таки какая-то часть из них будет направлена на финансирование нацпроекта? Ну, я бы хотел начать, что вы помните, что в 2001 году первый президент Ельбасы создал национальный фонд. Называется в западной терминологии, это фонд, который применяется, когда пойдет дождь, то есть дождливые дни. На самом деле, идея этого фонда сберегать больше, когда цены хорошие на нефть, и не тратить, и не извлекать из национального фонда, когда нет потребности. Потому что вот есть две таких природы взаимоотношения национального фонда и республиканского бюджета. Это процикличное и контрцикличное. То есть процикличное — это когда вроде и годы хорошие, и все равно деньги из нацфонда тратятся. А контрцикличное — это подход наоборот, когда хорошие годы больше сберегаем и меньше извлекаем, а когда сложные годы, мы используем эти средства. Я приведу два примера, когда использовали это. Например, средства были использованы в 2008 году, когда был глобальный финансовый кризис. Вспомните, мы спасали дольщиков, мы спасали депозиты населения в банковской системе. 10 миллиардов долларов тогда было выделено, хотя национальный фонд тогда по размерам был 23 миллиарда. То есть почти половина. И очень быстро мы восстановили. То есть это вот нормальная практика. Второй, наверное, пример, когда в пандемию мы поддержали... Вообще пандемический ответ правительства был очень сильным. То есть были построены инфекционные госпитали во всех регионах Казахстана. Сама система выдержала вот этот несколько ударов, несколько волн. Но и с другой стороны, в тот период, когда был объявлен локдаун, помните, когда у людей не было возможности продолжать свою трудовую деятельность, тогда были выплачены единственные на постсоветском пространстве такие социальные выплаты 42 500. 4 миллионам человек. Это, конечно, требовало дополнительных расходов из национального фонда. То есть два примера, когда нужно использовать деньги национального фонда. Во время дождя. Да, во время сложной ситуации. И наоборот, когда все-таки есть затише, или когда цены на нефть высокие, или когда конъюнктура хорошая, и бюджет в целом сбалансирован, вот тогда нужно эти средства сохранять. Как раз сейчас на Совете экономической политики рассматриваются новые бюджетные правила и правила изменения работы национального фонда. Сейчас у нас в национальном фонде 55 миллиардов долларов. Хорошо бы, если к 2030 году мы эту сумму удвоили. Благодаря правильной рациональной политике у нас в запасе была подушка безопасности в 100 миллиардов, например, долларов. Идея, что все-таки научиться жить, как будто у нас нет нефти. И если раньше мы эту идею понимали только как создание национального фонда, то сегодня эта идея стоит шире. Нужна новая бизнес-модель государства, в том числе с учетом задач по переходу к низкоуглеродной экономике, по декарбонизации нашей экономики. Это вот серьезные задачи, которые ближайшие 20 лет, ближайшие даже 40 лет перед нашей страной будут стоять. Вы, кстати, в одном из интервью сказали, что мы видим чуть ли не в последний раз хорошие цены на нефть. Поэтому, ребята, надо копить-копить. Я думаю, что вот с учетом, вот недавно делегация Республики Казахстан во главе с премьер-министром была в Глазго. И вообще решимость крупнейших мировых экономик Европейского Союза, США к требованиям, глобальными требованиями к странам-экспортерам либо углеводородных ресурсов, либо ресурсов, либо той или иной продукции, которая, скажем, создана на базе электроэнергии, электричества, произведенного из угля, либо произведенного из других недружественных зеленой энергетики ресурсов, будут облагаться налогом. То есть очень серьезные будут у нас в перспективе ограничения. А мы, страна, которую экспортируем и в Европейский Союз, и в Китай, это два экономических мировых центра, которые серьезные требования по зеленым стандартам будут предъявлять. Поэтому нужно не рассчитывать на то, что цены будут на углеводородные ресурсы, на нефть и газ, все время такие, потому что потихоньку все-таки использование этих ресурсов будет сокращаться в мировой экономике, но оно полностью не уйдет, слава богу, потому что все-таки нефтегазовые ресурсы у нас нужны, в том числе для нефтегазохимической промышленности. И когда мы говорим про переход на электромобили или мы говорим про новое оборудование в здравоохранении, это прежде всего пластик, а он производится прежде всего из нефтегазохимии. Поэтому будущее у нефтегазохимии, у нефтегазовой отрасли есть, но оно уже будет не таким большим по объему, и по ценам, конечно, трудно будет рассчитывать, что они все время, эти цены будут высокие. Поэтому раз такой есть период, то логично все-таки больше средств сохранить в национальном фоне. Ну вот по электромобилям тоже, чтобы зарядиться электромобилю, он берет электрический атомогресс, который топится за счет угля. Вот сейчас... Суть обманчивая тут немного. Вот это отдельная большая тема, называется стратегия перехода к низкоуглеродной экономике. Сейчас каждый экономический субъект будет определяться, то есть насколько, какой углеродный след он оставляет, то есть что нужно для того, чтобы произвести эту единицу продукции, какая продукция, на базе какой электростанции это используется. Поэтому сейчас было принято решение о том, что мы в целом присоединяемся к вот этой глобальной ответственности. Мы стали участниками Парижского соглашения по изменению климата в 2015 году. А помните, еще до этого мы приняли решение, что примем Экспо-2017. Идея будущая энергия была тогда, изучить лучшие мировые технологии. В прошлом году глава государства объявил о том, что Казахстан планирует к 2060 году достичь углеродной нейтральности. Как это сделать? Вот недавно премьер-министр по поручению руководства страны, он был в Эмиратах, мы договорились о том, что вместе с арабскими инвесторами мы серьезные инвестиции вместе с фондом Самрук Казана вложим в создание новых электростанций на базе солнечной энергии, на базе ветровой энергии. То есть потихонечку, вот с 3% нынешних роли ВИА мы хотим нарастить ее до порядка 15%. Будет также привлечен газ как источник для ТЭЦ. Вы знаете, вот я уже говорил о газификации наших крупнейших ТЭЦ. Изучается вопрос по, пока чистое считается, да? Да, пока. Изучается вопрос по атомной энергетике. То есть понятно, что в ближайшие 10 лет мы планируем сократить роль угля с 70% до 40%, но как это будет дальше, конечно, это уже очень много плана в этой связи. Мы думаем, что в ближайшие 15-20 лет появятся новые доступные технологии в электроэнергетике. Но в целом эта задача стоит. Поэтому это все, опять же, возвращаясь к статистике, не на глазок, а конкретно будет измеряться и верифицироваться, перепроверяться всеми соответствующими структурами мировыми. Сложно для нас будет. Сложно, но никуда не денешься. Это уже веление времени. Да. Ну вот, говоря еще о нацфонде, к счастью, недавно еще 530 миллионов долларов вернулись в нацфон. Вот буквально в октябре в этой же студии, в гостях программы «Национальный интерес» был Марат Бекитаев, министр юстиции. Он тогда заявил, что намерен выиграть дело стати. Как минимум мы должны добиться того, что стати и его сообщники должны отказаться от любых претензий Казахстана. И Казахстан вроде выиграл. Но вот сама практика, когда псевдоинвесторы судятся с правительством, это же ненормально. Вот как бороться с таким явлением? С ним бороться сложно с точки зрения того, что это явление вообще в мире есть. Когда инвесторы перепродают свои права, требования или претензии к тому или иному государственному органу, другим специализированным для этого инвестиционным фондам. То есть эта практика известна. То есть некий бизнес уже. Это своего рода глобальный бизнес. И, конечно, единственным выходом является твердая позиция государства. Если государственный аппарат уверен в своей правоте, есть соответствующие доводы, то у нас вполне хватит и ресурсов, и времени, чтобы выдержать любую подобную атаку. А может ли вопрос о подобное дело стать и решать суд МФЦА? И вообще, насколько успешным оказался эксперимент по созданию в Казахстане такого английского правового анклава? Ну, вы знаете, что в 2015 году первый президент Ельбасе как раз когда задумывал вот эти пять новых структурных реформ, вот четыре шага в плане нации, о которых вы говорили, то одна из идей была создать на базе английского общего права специализированный суд и международный арбитражный центр. Вот эта задача в 100 шагах была поставлена. В 2018 году эти институты стали работать. Действительно, судьи британские в отставке согласились работать в нашем суде. У нас есть специальный суд, где работают 9 судей, есть международный арбитражный центр. Для того, чтобы работать в системе английского общего, так называемого прецедентного права, были внесены изменения в Конституцию. У нас соблюдается принцип, как одна страна, две системы, похожая на Китай и Гонконг, когда у нас есть дополнительная система английского общего права, которая хороша для глобальных финансовых центров и мировых транзакций. То есть все те или иные операции, Министерство финансов за рубежом или контракты инвестиционные наших фондов суверенного благосостояния, они заключаются в международном праве, а это очень похоже на английское общее право. Но чтобы это право заработало, в 2017 году внесли изменения в Конституцию, приняли Конституционный закон об МФЦ. Всего этого не было до 2018 года. Понятно, что тогда инвесторы, которые приходили в Казахстан, они говорили, если у нас с вами возникнут споры, пойдем в суд в Лондоне, в Париже, в Сингапуре или в Дубае. Вот сегодня мы, когда уже готовится новый кодекс по недропользованию, изменения в него, мы договорились, что одной из опций, это не обязательно, но чтобы это не было без альтернативных выборов, одной из опций становится использование юрисдикции суда МФЦ или Международного арбитражного центра. Суд, МФЦ и арбитражный центр заработали. В 2018 году уже 19 случаев рассмотрено в нашем суде МФЦ. Верховный суд и Министерство юстиции помогают. Некоторые случаи будут передаваться из системы Верховного суда для рассмотрения в Международном арбитражном центре. Это в целом рождает доверие к государству нашему в целом. То есть не всегда, когда какой-то государственный орган проигрывает, это плохо для государства. Наоборот, мы показываем, что если были нарушения с нашей стороны, то как бы мы их будем исправлять. И Международный арбитражный центр рассмотрел уже свыше 750 случаев, кейсов. И мы считаем, что мы могли бы на постсоветском пространстве стать крупнейшим центром привлечения инвесторов для рассмотрения их проблем. Ну, получается, создали уникальный правовой режим для евразийского пространства. Вот насколько я помню, английское право на постсоветском пространстве существует только в Казахстане? Только в Казахстане. А пользуемся ли мы нашим преимуществом при решении споров на евразийском пространстве? В свое время все-таки создание анклава английского прецедентного общего права это такой серьезный геополитический шаг, наверное, со стороны первого президента Ельбасы. Все-таки, если посмотреть на наших соседей, это и Россия, и Китай, и страны Центральной Азии, Каспийского нашего объединения. То есть это страны, которые находятся, так или иначе, в достаточно сложных отношениях, наверное, с многими западными институтами. Тем не менее, надо сказать, что вот эта история с английским общим правом, она к нам пришла с Востока. То есть мы изучали, прежде всего, опыт Гонконга, Сингапура, Дубая, Абудаби и Катара. То есть это история стран, которые не являются непосредственно англо-саксоцким страном, тем не менее, они применили это право у себя. Это право работает где-то больше, где-то меньше. И у Казахстана есть такая возможность это применить. Поэтому мы, поскольку мы первые создали этот центр, мы уже прошли достаточно большой путь и достигли на сегодняшний день уже свыше 1100 компаний зарегистрировано в МФЦА. Через эти структуры привлечено больше 5,5 миллиардов долларов инвестиций. И это позволяет нам смело смотреть в будущее. И в том числе мы планируем, что мы станем центром привлечения инвестиций не только в Казахстан, но и в страны наши непосредственно соседние страны. Это и в страны Евразийского экономического союза с одной стороны, страны Центральной Азии и в рамках инициативы «Пояс и путь». То есть это возможность для наших соседей вместе с нами на принципе так называемом «уин-уин». Это будет выгодно и Казахстану, и странам соседей. То есть выигрываете. Выигрываете. Впереди короткая реклама, мы вернемся скоро. Как мы и говорили, карантинные ограничения все же несли коррективы между странами. И сейчас страны начинают буквально заново выстраивать отношения с учетом национальных интересов. И вот какова роль в этом МФЦА? Я думаю, что МФЦА – это юрисдикция, которая вот в сложных условиях геополитических трений, геоэкономической конкуренции и вообще даже сложного доступа, наверное, на те или иные региональные рынки служит такой платформой. Мы за время вот этого пандемического влияния еще больше укрепили наши онлайн-структуры. То есть сегодня и регистрация в МФЦА, и суды в МФЦА, электронное правосудие происходит все в онлайн-режиме. То есть это нас подтолкнуло к еще большей всеобъемлющей цифровизации самой структуры МФЦА. Роль МФЦА будет состоять в привлечении инвестиций, прежде всего, в Республику Казахстан. Но вы пока финансируетесь из бюджета, да? Планируете вообще на самоокупаемость выходить? Мы планируем. Вообще вот такой переход должен осуществляться в течение 10 лет. Проект в перспективе перейдет на самоокупаемость структур Международного финансового центра Астана. Но я думаю, что те 5,5 миллиардов долларов инвестиций, они тоже уже снимают вопросы о необходимости этой инфраструктуры. А вот с цифровыми валютами планируете работать? И вот вы как бывший министр экономики, глава Нацбанка, относитесь к новым технологиям? Ну, вы знаете, что Национальный банк сейчас занимается вопросами национальных цифровых валют. То есть это отдельный вопрос, которым заниматься может только Национальный банк. И соответствующий пилот готовит Национальный банк. Это очень важный вопрос. Сегодня очень многие центральные банки во всем мире переходят на это. Вопрос частных криптовалют, которые в основном на слуху, сегодня у нас находится под запретом в целом по законодательству Казахстана. Но вот было поручение президента на встрече с финансистами в Алмате о том, что Национальному банку, агентству по финрегулированию изучить возможность все-таки создания криптобирж в Казахстане. Соответствующее регулирование на уровне Международного финансового центра Астана мы подготовили. Здесь главный вопрос все-таки, как будет взаимодействие между системой Международного финансового центра Астана и банками второго уровня. Сегодня соответствующее есть задание подготовить пилотный проект и вместе с Национальным банком и Министерством по цифровизации мы работаем над этим направлением. А у вас вообще отношение к криптовалюте? Лично ваш? Вы знаете, что сегодня, когда начинались инвестиции в криптовалюты, в целом рынок криптовалют был порядка, по-моему, 500 миллиардов долларов тогда небольшой. Сегодня это 2 триллиона долларов. Во многих странах разрешаются инвестиции в криптовалюты, но это риск каждого человека в отдельности. То есть государство не отвечает за этот риск, оно не поощряет. Сегодня технологии блокчейн в целом находят широкое распространение. Будут эти криптовалюты, именно эти в ближайшей перспективе, но это никто не знает. Может быть, будут какие-то другие валюты. Я думаю, что здесь очень четко должны быть прописаны права потребителей. То есть с одной стороны и с другой стороны должны быть решены все вопросы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. То есть должна быть очень прозрачная сфера для государств. Когда эти вопросы будут утрясены, все-таки, поскольку все равно граждане Казахстана покупают эти криптовалюты, это должно больше происходить открыто-прозрачно, в белую, нежели это сегодня вот в такой черной среде. А вы для своего семейного бюджета не приобретали криптовалют? Я не рекомендую пока внутри семьи, но это не значит, что это неинтересные инвестиции. То есть здесь очень много специалистов, и в частности во многих биржах поднимаются специальные инвестиционные фонды, которые привязываются к росту или к росту криптовалют. Но вы знаете, что это очень волатильно, можно выиграть очень сильно, а можно очень сильно проиграть. Поэтому на уровне государственных органов таких рекомендаций быть не может. Да. Ну вот сейчас в Казахстане сложилась такая неоднозначная ситуация вокруг мобильных переходов. Вот вы, как бывший представитель Национального банка, видели, как формировалась новая такая технологическая финансовая инфраструктура. Сейчас как относитесь к ужесточению контроля за электронными кошельками? Вроде вот народ возвращается к наличному расчету. Не откатываемся мы назад? Ну, я думаю, что здесь, ну, есть два таких момента. То есть, с одной стороны, мы должны поощрять мобильные переводы. И вы знаете, что возникли новые экосистемы, в том числе Каспий Кизет. Это новая экосистема, маркетплейс своего рода, благодаря которым пользуются не только граждане Казахстана в своей повседневной деятельности, то есть оплата там коммунальных расходов, оплата в кинотеатрах, оплата покупок в магазинах, электронной коммерции. Ну, и это стало применяться, в том числе, предпринимателями для того, чтобы тот или иной свой бизнес вести. И вы знаете, что Каспий Кизет — это успешная история, которую глава государства неоднократно приводит их в пример. Ну, в том числе провел двойной листинг на лондонской фондовой бирже и на бирже Международного финансового центра «Астана». Вы знаете сегодня стоимость этой экосистемы 27 миллиардов долларов. То есть раньше это был небольшой относительно банк Казахстана, сегодня это крупнейшая в мире финтех-платформа. Мы, как Международный финансовый центр «Астана» поддерживаем финтех-платформы. Мне кажется, здесь очень четко нужно сказать, что происходит революция, когда мы от экономики, которая базировалась на наличных платежах, переходим в безналичную экономику. То есть вот эту гонку цифровизации у себя банки второго уровня тоже начали. То есть все подхватили. Да, я думаю, что этот процесс нельзя останавливать. Это очень важный, нужный для нашей страны процесс. Другое дело, что там, где есть вопросы, и они возникают иногда, налогообложения, но не в ущерб развитию экосистем, это надо конкретно проговаривать с финансовым регулятором, проговаривать с Национальным банком, проговаривать непосредственно с участниками этого рынка. И вот мой личный подход, если вы спросите, наверное, сейчас этап, когда нужно больше поощрять развитие экосистем, и потом неизбежно, естественным образом придет этап, когда это станет частью в том числе в целом общегосударственной цифровой экосистемы, и вопросы того или иного налогообложения будут подниматься, и это не будет беспокоить наших граждан, не будет беспокоить наших предпринимателей. То есть режим контроля мы запустили раньше времени, на ваш взгляд? — Я думаю, что это согласовано, но дьявол в деталях, нужно, чтобы где-то на уровне исполнителей не произошли те или иные ошибки. — То есть уже, я слышал, таксисты, продавцы уже просят наличную оплату? — Я слышал другой курьезный случай, когда таксист просил наличную оплату, потому что Каспик и Зет находятся под контролем его супруги, а наличная оплата поступает под его контроль. Я думаю, что мы найдем здесь гармонию. — То есть есть и такие истории, да. Ну вот в разгар пандемии в МФЦА вы запустили мобильное приложение Табос. Я так понимаю, это возможность для обычных казахстанцев попробовать себя в качестве инвестора. Насколько оказался успешным этот проект? — Вы знаете, что, в том числе возвращаясь к модернизации госуправления, сегодня в целом государственный аппарат должен предоставлять соответствующие государственные услуги. Вот раньше это был такой обезличенный перечень госуслуг, когда их там было много, функций государства, а чем конкретно каждая заканчивается, не очень было понятно. И они еще прописаны во многих законах. Вот сегодня мы переходим к такой триаде от государственных услуг к проактивным сервисам, и от проактивных сервисов это конкретные продукты, да. Продукт — это конкретное приложение. Вот, например, вот мы только что обсуждали приложение Каспик и Зет. Вот понятно, для населения, без всякой государственной пропаганды, маркетплейс наиболее популярен среди граждан Казахстана, 11-12 миллионов человек им пользуются, будут пользоваться больше, да. То есть сегодня уже и дети вовлекаются в это. То есть это целая программа не только финансовой грамотности, но и инвестиционной грамотности, и платежной грамотности, когда все люди вовлекаются вот в некий свой цифровой кошелек, да. То есть когда вы видите, вы можете больше сохранить, больше заработать, больше потратить. То есть вы принимаете взвешенные решения, у вас видно, да, то есть у вас как бы в голове на базе этого кошелька есть очень четкая картина доходы и расходы. Поскольку, и вы знаете, что в целом идет реформа государственного управления, государство как платформа. Не только платформа в каком-то банке, но и платформа конкретно в государстве. Сегодня мы делаем большой проект, вы знаете, это «Гостех» называется, когда мы переходим на какую-то платформу, и дальше сервисы будут предоставляться, а население их вообще не должно увидеть. То есть раньше, когда был предыдущий этап цифровизации, мы создавали так называемое ИГОФ, электронное правительство. То есть мы создали ЦОН, и это было новое слово вообще. Люди ходили в ЦОН и были благодарны. Чем ходить в министерство, лучше ходить в ЦОН. В том возник вопрос, а зачем вообще ходить в ЦОН? Для того, чтобы передать справку из одного министерства в другое. Может быть, министерства сами между собой разберутся там, да? И вот это уже новый этап цифровой зрелости, когда мы переходим к режиму государства как платформа, к проактивным сервисам. И граждане Казахстана, особенно, я вам уже говорил, вот перепись показывает, что у нас серьезный процент населения, то есть практически процентов 70 населения, это люди, которые младше 50 лет, и 20% это вообще молодежь, то есть это дети, да? И, соответственно, у них другие требования к государственным услугам. Они не будут ходить в министерство, не будут ни с кем ругаться, да? Они просто не будут пользоваться этой государственной услугой, если ее нет. Частные структуры гораздо быстрее приспособят тот или иной интерфейс, да? И он дружественный. То же самое на бирже Международного финансового центра. Мы создали приложение Табыс, которое охватывает, наверное, поколение людей, которые только пробуют себя на фондовом рынке. То есть это не такие большие риски, не такие большие расходы, но уже серьезно люди этим пользуются, несколько миллионов долларов оборот, и мы считаем, что вот к той программе народного IPO или массовой приватизации мы как раз подойдем с теми результатами, когда у нас очень много будет тысяч счетов, и очень много граждан Казахстана могут в режиме доступа либо к приложению Табыс, либо к каким-то приложениям общегосударственным, либо общегосударственным, либо частным получать соответствующий доступ. А сколько сейчас у вас подписчиков там? Ну, у нас в целом порядка 150 тысяч счетов открыто, но вот этим приложением пока вот 10-15 тысяч человек пользуются. Но мы считаем, что мы сможем несколько миллионов долларов оборот, мы сможем это увеличить, потому что рождается, нужно предложение. То есть когда акции национальных компаний уже будут продаваться, тогда будет больше интереса. Пока это только Казатомпром, это какие-то фонды инвестиционные внутри МФЦА, в перспективе будет гораздо больше возможностей. Ну, в качестве рекламы человек, вот зайдя на ваше предложение, сколько может заработать, грамотно вкладывая, не знаю. Я со времен Национального банка стараюсь не обещать каких-то необоснованных, но я думаю, что там очень дружественное приложение, вот предлагаю всем его изучить, и как раз наши коллеги там отвечают на все эти вопросы. Ну вот партнеры биржи МФЦА, это шанхайская фондовая биржа, и NASDAQ, это помогает привлечь деньги? И вообще, как пандемия повлияла на фондовый рынок по всему миру? И вот с появления нового штамма омикрона, говорят об очередной волне пандемии, восстановление мировой экономики опять как бы тормозится. Вы как думаете вообще, какой ваш прогноз? Ну, вот если говорить, вернуться к началу вашего вопроса, конечно, помогает. Мы создали с нуля биржу в 2018 году, и первое IPO казахстанских национальных компаний, которые принадлежат фонду Самру Казана, было на нашей бирже. Есть наши партнеры, вот в том числе акционерами биржи МФЦА являются такие глобальные биржи, как NASDAQ и шанхайская фондовая биржа. Есть Goldman Sachs, который также крупнейший инвестиционный банк. Благодаря им мы сегодня привлекли в инструмент акции 300 миллионов долларов вот за вот эти годы. Это большой показатель, это больше, чем за предыдущие годы, многие до этого в Казахстане. То есть сегодня серьезные инвестиции в Казахстан уже привлекаются. Капитализация биржи выросла в несколько раз, и мы этому очень рады. Теперь, что касается вопроса по дальнейшим ограничениям. Действительно, есть серьезный вызов. Сопоставляется вот вирус, новый как бы штамм вируса Omicron. Является ли таким же вызовом, нужны ли новые вакцины против него? То есть это серьезная неопределенность для глобальной экономики. Ну, хотелось бы оптимистично смотреть в будущее, но, тем не менее, мы видим по реакции глобальных рынков, что есть серьезные опасения. Если есть серьезные опасения, очень важно создать виртуальные платформы или онлайн-контакты между мировыми рынками. Мы сейчас создаем такой серьезный центр или доступ на нашу биржу, между нами и Шанхайской фондовой биржей, между нами и другими глобальными рынками. Я думаю, что как раз международный статус биржи МФЦА позволяет это сделать. Вот одно из направлений, как вы сказали, работы МФЦА – развитие зеленых финансов. Это очень актуально, учитывая курс многих развитых стран на улучшение экологии. А вот не кажется вам, что это некий такой просто, не знаю, очередной модный тренд мировой? Ну, это модный тренд навсегда. Вот если так говорить, я уже говорил, что к 60-му году мы должны выполнить задачи по декарбонизации экономики. В чем сложность выполнения этой задачи? Давайте сейчас я попытаюсь объяснить, чтобы было понятно, что такое декарбонизация, что такое переход к низкоуглеродной экономике. Это значит, что будет больше солнечных и ветровой энергии, будет больше газа, может появиться атомная станция, должно быть больше гидроэнергетики и появятся какие-то новые технологии. Все это в совокупности влияет на тариф на электроэнергию, которую мы каждый месяц с вами платим. Однозначно пока в сторону повышения. Поскольку это все гораздо дешевле угля, сейчас ничего в мире нет. Поэтому многие страны, такие как Китай, Индия, они по углю берут такие осторожные взвешенные оценки, то есть они не говорят, что мы сразу это уберем. Там есть много других подходов. Это технологии улавливания углекислого газа и много других. Поэтому этот переход должен быть постепенным, поскольку он влияет на больший тариф, влияет на экономический рост. А экономический рост это создание рабочих мест, в том числе диверсикация экономики, в том числе вопросы конкурентоспособности наших, любой индустрии. Либо они влияют на социальное самочувствие граждан. То есть цена вопроса это социальное самочувствие граждан. Но в любом случае это нас догоняет через налоги, которые к нам предъявят нашим экспортерам те же страны Европейского Союза или наши страны-соседи. Поэтому нужно переходить взвешенно. Чтобы переходить, нужны стандарты. Вот эти стандарты зеленого финансирования сегодня вырабатываются. То есть это тоже не должно быть отмывание денег под как бы хорошей эгидой. А это должны быть четко качественные зеленые кредиты, зеленые облигации. Все это описывает наш центр зеленых финансов. Очень многие глобальные фонды, вы знаете, сейчас такой есть тренд, что благосостояние частных лиц переходит от одного поколения к поколению миллениал. То есть сегодня владельцами крупнейших наследств в мире будут именно поколения, которому нет 30. И у них выбор однозначный. То есть они говорят, мы не будем финансировать проекты, которые не зеленые. Все партии в Европейском Союзе, они все, как правило, зеленого толка, да, то есть те же зеленые в Германии, они тоже очень сильным давлением сами находятся со стороны своего населения и давят на правительство, что все должно быть зеленым. То есть это уже переход. Понятно, что страны Европейского Союза начали готовиться к этому 30-40 лет назад, но мы должны присоединиться к этому. Мы очень надеемся, что и в 40-х, 50-х годах появятся новые более финансово доступные технологии, но тем не менее свою домашнюю работу до 2030-го года, до 2025-го года мы должны сделать, правительство соответствующее обязательство на себя взяло. Ну, теперь вопрос от наших информационных партнеров, не знаю больше, как к эксперту по зеленым финансам или как к главному по стратегическому развитию. В общем, в редакции газеты «Аргументы и факты» вас спрашивают. В Казахстане до 2025-го года запланировано посадить 1 миллиард деревьев. То есть за три года надо выполнить такой колоссальный объем работы по несколько миллионов саженцев в месяц. Специалисты называли нам разные цифры этих миллионов. Как вы считаете, это вообще выполнимо? И если да, то каким образом? Ну, мы базировались на мнении Министерства экологии. Министерство экологии считает эту задачу выполнимой. Это важная задача. Это в том числе задача по лесопосадкам. Это часть нашего вклада в глобальную ответственность. Конечно, это очень серьезная задача и серьезная ответственность. Но по мнению самого Министерства это возможно. Но цифры, конечно, большие и впечатляющие. Ну, а вы сами как думаете, возможно? Ну, я думаю, что, как бы, те эксперты, которые это сказали... Что выполнимо? Сказали, что это выполнимо. Я, как бы, надеюсь на их экспертное мнение. Ну, вот что интересно, вы в свою команду набираете много талантливой, креативной молодежи. В основном это выпускники западных вузов. Вообще, как подбираете кадры себе? Ну, вы знаете, я вот, наверное, за свою всю деятельность в государственных структурах очень много видел государственных служащих. Несколько, наверное, поколений. И первых булашаковцев, и тех ребят, которые отучились в ведущих университетах мировых. А до этого выигрывали мировые олимпиады по физике, математике. Мы все-таки подходили к тому, что работа в Международном финансовом центре должна быть интересна самому сотруднику. Потому что цели долгосрочные, прямые результаты достигаются в среднесрочной перспективе. И очень важно не потерять вот этот внутренний интерес, внутренний запал. Очень серьезные требования. Как правило, они базировались на хорошем образовании и хорошем опыте. В том числе работы в Национальном банке, в Агентстве по финансовому регулированию, в Министерстве финансов, в Министерстве экономики. У нас хороший сплав очень опытных сотрудников, но достаточно молодых людей, по их мнению. И совсем молодых ребят, которые буквально после завершения университета мы берем. Конечно, руководить креативными молодыми людьми сегодня сложнее. То есть очень многие люди, если они не видят заинтересованности руководителей в их росте, если они не видят вообще конкретных задач, если они не видят своего роста, они, как правило, очень быстро уходят. Мы видим по многим государственным органам, откуда уходят такие молодые люди, как в основном к нам, что нужно очень четко концентрировать. Это должно быть win-win. То есть человек должен понимать, зачем он пришел, чему он тут научится, что он научится делать и как он вырастет. И после этого он готов работать и задачи руководства финансового центра или агентства по стратегическому планированию мотивировать их соответствующим образом. Сейчас все открыто, прозрачно. У нас для каждого человека есть свой карьерный план в МФЦА. Но и есть ответственность. То есть когда есть конкретные так называемые KPI, то есть ключевой показатель эффективности, оценивается не только руководством, оценивается и окружающей средой. Но в целом это очень интересная среда. Я думаю, для людей, которые закончили либо лучшие зарубежные вузы, либо наши лучшие технологические вузы, всегда интересно работать с глобальным сообществом. Вот такую возможность МФЦА «Астана» дает. То есть главное, чтобы молодому человеку было работать интересно? Главное, чтобы ему было интересно самому развиваться в этом, а нам было интересно, чтобы он вносил вклад в развитие страны. Да. Вот ваша докторская диссертация посвящена влиянию суверенных фондов на конкретно способность стран. В своей работе вы приводите пример теории пяти капиталов. Во всем мире акцент сегодня ставит на финансовом и производственном капиталах, уделяя меньше внимания человеческому, социальному и природному капиталу, который также имеет свое денежное измерение. Вот почему человеческий капитал важен для Казахстана? Если у вас баланс пяти, и что он даже в странном масштабе, вы чуть-чуть этого коснулись теми, но теперь более подробно. Ну, самый главный вопрос, который я в своей научной работе затрагивал, это роль суверенных фондов. Их у нас несколько, да? То есть это у нас и Национальный фонд в Министерстве финансов, и фонд Самрук Казана, есть Байтерек, есть Национальная инвестиционная корпорация в Насбанке, есть фонд прямых инвестиций. То есть у нас очень много структур было создано. То есть какова их роль в достижении устойчивой конкурентоспособности страны. То есть помните, когда мы говорили войти в 50 конкурентоспособных стран мира, то есть мы вошли там в число 50, потом откатились немножко. Очень важно, чтобы вот эта конкурентоспособность была устойчивой. Если на примере, как бы, люблю приводить пример, вот если вы в топ-100 лучших теннисистов мира входите, это не значит, что вы вечно там будете. То есть за вами идут там молодые теннисисты, вы должны все время тренироваться, чтобы быть в топ-100, в топ-20, в топ-10 и так далее. То же самое, если мы хотим быть в тридцатке, то до этого надо быть все время устойчиво, находиться в топ-50 конкурентоспособных стран мира. А вся экономическая деятельность Казахстана базируется, вообще наша конкурентоспособность базируется на том человеческом капитале, который у нас будет. И поэтому все наши национальные проекты и программы, образование граждан Казахстана, социальные лифты граждан Казахстана, для того, чтобы получить качественное образование, получить качественные услуги здравоохранения. Вот есть такой измеритель человеческого капитала, то есть индекс, который делает Всемирный банк. И по нему измеряется, какова продолжительность жизни, какая младенческая смертность, какая материнская смертность, то есть какое качество образования у детей Казахстана. То есть качество образования детей влияет на будущий экономический рост. Есть такие наработки. То есть чем хуже это образование, тем меньше будет в перспективе экономических рост и наоборот. Поэтому человеческий капитал очень важен. И сегодня мы этим занимаемся. Вы член Совета директоров Назарбаев интеллектуальной школы. Как оцениваете уровень казахстанского образования? Я скорее был в 2010-х годах членом Совета директоров системы национальных интеллектуальных школ Назарбаев университета. И в Совете директоров Назарбаев университета, как раз когда я работал и руководителем администрации в 2008 году, и фондисом РУК Казына, мы помогали в становлении этих систем. Я считаю, что безусловный успех Назарбаев университет сегодня один из ведущих вузов на постсоветском пространстве. который повторяет хороший опыт многих университетов. Есть совместные программы с многими глобальными университетами мировыми. С одной стороны. С другой стороны, выпускники Назарбаев интеллектуальных школ это будущая элита Казахстана. То есть это люди, которые получают блестящее образование и в сфере гуманитарной, и в сфере языковой, и в сфере математики. Проблема в этой связи в том, что это всего лишь и все вообще физико-математические школы, частные школы, это 3% наших школ. И если мы задумываемся, а мы задумываемся всерьез о качестве образования, о будущем наших детей, то этот опыт мы должны тиражировать на всю оставшуюся систему образования. Именно над этим должна работать вся система государственных органов, правительство, но в первую очередь Министерства образования иного. А у вас много выпускников Назарбаевского университета? У нас много выпускников Назарбаевского университета, физико-математических школ и также различных лицеев. Мы очень гордимся этими выпускниками. Они в свое время выигрывали, как я говорил, все мировые олимпиады по физике, математике, химии, поступили в лучшие университеты в Соединенных Штатах, Великобритании, Европейского Союза, Китая. И сегодня все они нам помогают развивать Международный финансовый центр Астана. Вот я слышал, что в Беларуси в обязательную школьную программу ввели игру в шахматы. Как думаете, нашим детям нужно что-то подобное в образовательной программе? Я знаю, что и в ниши, и во многих школах физико-математических шахматы преподаются. И вот я еще очень сильно помогаю. Есть такая игра ГО восточная, такие восточные шахматы, эта игра популярна в Японии, в Южной Корее, в Китае. Я думаю, что вот такие игры, они усилят учебные курсы наших школ. Ну вот насколько это сложная игра, и что-то за игра, и как она повлияла на вас, мы решили спросить у одного вашего знакомого. Так что внимание на экран, мы подготовим для вас видеосюрприз. Спасибо большое. Карат Неметочков как стратег, он прежде всего, его в игре интересует, я думаю, что возможность развивать стратегическое мышление. Игра очень интересная, она стратегическая. Можно у нас сравнить, наверное, с шахматами, да, но там более другая философия немножко, восточная. В игре ГО цель не поставить мат противнику, а просто захватить территорию больше, чем у противника. Недавно к нам приезжали представители Российской Федерации ГО, и у нас идея совместно с ними провести турнир в Казахстане, достаточно крупный, это будет Кубок ЕАЭС. Мы планируем провести турнир при поддержке МФЦА и при поддержке Карат Неметочка. И мы встречались с Каратом Неметочком по этому вопросу, вместе с россиянами. И он заинтересовался, он обещал поддержку. Он интересуется этой игрой, ему нравится эта игра. Он играет, но, насколько я понимаю, у него не так много времени, чтобы можно было играть. У него есть интерес, ему нравится сама идея ГО, сам дух. Не просто как настольная игра, ему больше нравится сама идея игры ГО как стратегии. Спасибо большое выступающему председателю Федерации ГО. У нас этот вид спорта только зарождается. Очень серьезные есть наработки и в Алмате, и в Карганде. И мы помогаем сейчас вообще становлению Федерации, хотим провести большой турнир для того, чтобы больше граждан Казахстана ознакомиться с этой игрой. Ну, я думаю, что востоковеды очень хорошо знают, о чем идет речь. Действительно, есть отличие от шахмат, где вот такой бескомпромиссный шах и мат, то в ГО это, как правило, очень уважительный разговор двух играющих. То есть это зондирование, стратегическая разведка, обозначение зоны своих интересов. И такая. Она больше похожа на win-win, когда происходит такой обмен экспертизами двух игроков. Это очень серьезно развито во многих странах Японии, Южной Кореи и Китая. Мы также понимаем, что для нас это не только методологический какой-то или научный интерес. Инвесторы и бизнес-структуры очень сильно, как правило, в это тоже задействованы. Они помогают этому виду спорта в своих странах. В том числе через такой бизнес-канал мы хотим привлечь больше интереса к нашей стране. То есть Казахстан должен появиться на карте ГО в мире. А ваши дети играют в ГО? Я вот сейчас приобщаю своего младшего, ему 10 лет, чтобы он научился. И в том числе, когда у нас появятся хорошие тренеры, инструкторы, методологии, это будет очень хорошо. Ну вот я понял в вашей семье вообще настоящий культ знаний. Супруга закончила мастерскую программу в Сарбоне, вы трехлетнюю кембриджскую программу. Вот такой пример родителей, наверное, сильно подсюгит детей к новым вершинам. Дереке, вы моих родителей хорошо знали. Из писательской, академической среды. Культ знаний, он привит с детства, он в ДНК, да, наверное. Потому что нужно было соответствовать уровню, наверное, своих родителей, их среды. Поэтому к нам были высочайшие требования. Вот мы два сына у своих родителей были. Надеюсь, с этой точки зрения их не подвели. Но есть же и другая задача. То есть это программа генетическая, которая должна быть заложена в нескольких поколениях. Я очень рад, что мои дети сами тоже продолжили эту программу. Они очень много где учатся, продолжают работать над собой. Здесь мысль, которую еще Ельбасы закладывал, это образование на протяжении всей жизни. Это уже не рекомендация, а это уже обязательное правило. То есть если вы не будете апгрейд своего образования делать, которое само по себе очень быстро устаревает, вы сейчас во всем мире и деловое администрирование, и госуправление, и все науки, они как бы очень сильно быстро развиваются, нужно этому соответствовать. Поэтому если самому не соответствовать, то ты вот, предыдущий вопрос, возвращаясь молодых людей, ты не можешь быть для них примером, да? И не можешь быть для них авторитетом. Ты должен быть авторитетом для своих сотрудников, для членов своей семьи. Я стараюсь этого придерживаться. Супруга меня в этом поддерживает. Но единственное, дети жалуются, что они не всегда успевают соответствовать в полной мере. И, точнее, они стараются, проходят очень много хороших образовательных программ. Но я поощряю вот этот внутренний огонь, чтобы не останавливаться в саморазвитии. Да, ну, если вспомнить вашего папу, Нематара, которого я знал лично, вот при встрече он всегда давал мне какие-то наставления. Ну, а вы как сын, какие главные уроки получили от папы? Но приватом, вот что интересно, вас не испортила такая районовская школа жизни? Я для зрителей хочу сказать, что в наше время так мы географически делились по дворам и школам. Да, про это есть много фильмов, да, «Дворы», по-моему, называется. Да, да, они районы. Районы, да, районы. Действительно была такая тоже романтичная среда. Тогда этот район назывался СПС, если вы помните, называется «Сами по себе». Да. Тоже романтическое название. Даже название дерзать было. Меня, наверное, в каком-то смысле спасли родители, потому что они в седьмом классе отправили меня в республиканскую математическую школу. Я скорее в сторону так называемых ботаников пошел, когда у нас было по 8 уроков в день. То есть у меня просто не было времени. Ну и слава богу, что больше развития было в этой интеллектуальной среде. Возвращаясь к урокам, ну вы знаете непростую, наверное, судьбу и моих родителей. Папа был ограничен в движении, то есть ему сделали в свое время операцию, после которой он 10 лет провел обездвиженным. Несмотря на это, вот его внутренний духовный мир позволил ему вернуться к активной трудовой деятельности. Он стал писателем, переводчиком, закончил свои наработки в тюркологической сфере, выпустил массу учебников. И вот этот неустанный труд родителей, когда они не спали ночами, завершали книги, работали над этим, это вот, наверное, тот яркий пример, который послужил, ну, такой хорошей мне жизненной мотивацией, с одной стороны. С другой стороны, вот всегда моя мама и мои родители вот говорили о том, что надо радоваться тому, что есть каждодневной в нашей жизни, просто здоровью своему, тому, что есть там солнце, и у тебя все в порядке в целом с твоей работой и в семье, то это вот, наверное, те философские немногочисленные радости, которые есть там смысл, наверное, какой-то жизненного бытия. Я, на самом деле, вот эти два принципа позволяют выдерживать все стрессы в любой карьере, я считаю. Ну, когда мы готовились к этому интервью, для меня было открытием, что вы стали лауреатом премии Джонатана Мана, то есть Кайрат Килимбетов, первый казахстанец, удостоившийся награды за вклад в противодействие эпидемии ВИЧ-инфекции. Об этом мало кому известно, по-моему. Расскажите, что, за что конкретно? В 2000 году мы с программой развития ООН подготовили стратегию, тогда был, помните, всплеск у нас, стратегию борьбы с ВИЧ-инфекциями, вот тогда эта проблема возникла, и мы достаточно быстро ее разработали, и она стала реализовываться. Благодаря этой стратегии каких-то достаточно хороших результатов удалось достигнуть, и тогда программа развития ООН посчитала, что этот вклад нужно оценить, но это было очень давно. Очень давно. То есть это была группа казахстанцев? Это была группа казахстанцев, которая разрабатывала стратегию борьбы с ВИЧ-инфекцией. А в чем выражалась премия? Премия выражалась, в том числе была какой-то ее материальная часть, мы ее перечислили на благотворительные цели. А какой общественной работой сейчас, вот параллельно с основной, вы заняты сегодня? Ну, честно говоря, работа в агентстве и в Международном финансовом центре Астана не так много оставляет времени, но я, вот исходя из, наверное, тех принципов, которые были заложены в детстве, помогаю небольшим проектом фонда имени Немата Килимбетова, моего отца. То есть мы помогаем переводить многие книги современных авторов, современных бестселлеров, которые интересны для казахстанского читателя. Например, книгу «Добыча» Даниэла Иргина, это для нефтегазовой отрасли бестселлер, либо книгу Нила Фергюсона «Деньги». Сейчас мы работаем с книгой Стива Шварцмана, его автобиографической. То есть задача, которую поставил Ельбас, чтобы много книг, классиков, учебников и вообще бестселлеров зазвучали на казахском языке, вот мы помогаем многим переводчикам найти соответствующий заказ, найти финансирование, и, ну, это такой мой посильный вклад в развитие казахской литературы, что ли, переводческого дела, потому что это очень большой вопрос в свое время. Мой отец непосредственно переводил, и ваш отец тоже был переводчиком всех классиков русских на казахский язык. Мой отец переводил уже советских классиков, и это что-то, что такое теплый след оставляет в душе, и мне хотелось бы, чтобы это дело продолжалось, и в целом это направление развивалось. Ну, в этом году мы отмечаем 30 лет нашей независимости, в 91-м году вы учились в МГУ, насколько я правильно говорю. Уже вот что помните о тех временах, и что для вас в независимости? Ну, как я уже говорил, вот с одной стороны мы все жили в Советском Союзе, учились в советской физмат-школе, служили там в советской армии. В 91-м году был создан независимый Казахстан, я заканчивал свое обучение в Московском государственном университете. Конечно, мы все стремились вернуться для того, чтобы уже работать непосредственно в Казахстане. Обретение независимости — это давняя мечта казахского народа. В свое время у меня отец написал учебник по тюркологии, то есть когда вот эти все мечты о независимости, вот не только в истории там казахского ханства, но и в предыдущие годы, и во времена там тюрков, хуннов, все это было. В нашем народе все эти мечты осуществились. Сейчас, конечно, идет анализ, оценка вот наших достижений за 30 лет. Но, наверное, все же начиналось вот с первого, наверное, управленческого аппарата, когда создался социальный лифт, когда набирали молодежь для того, чтобы создавать новые государственные органы, новую модель экономического роста. Тогда я, приехав из Москвы, работал преподавателем в Казахском национальном университете на математическом факультете, учился в аспирантурии, поступил в Национальную высшую школу государственного управления. Именно это стало социальным лифтом, когда нас из Национальной высшей школы госуправления пригласили сразу работать в администрацию президента. Я думаю, что такое время в жизни любого государства, там, наверное, раз в 50 лет случается, мне повезло. Я очень благодарен первому президенту Ельбасы, который заметил многих молодых людей и дал им дорогу в жизни, в том числе вся та карьера, которая случилась, и опыт работы в серьезных государственных органах, который формирует в целом 360 градусов всей экономической политики. И вот это благодаря тому доверию, которое мы получили от первого президента Ельбасы. Когда меня в 1998 году пригласили, вот это было в офисе в Алмате в то время, я работал в агентстве по стратегическому планированию и реформам, и меня пригласили на работу заведующим отделом администрации президента социально-экономического анализа. И тогда заведующий отделом напрямую подчинялся президенту, и интервью проводил президент. Ну вот можете представить уровень стресса, который испытывает человек, который идет на интервью к главе государства. И у меня был такой послужной список, резюме, так называемый, что как раз, помните, мы успели проучиться там и в технических, благодаря техническим программам и в Японии, и в Малайзии, и в Америке. И вот, опять же, как выпускник МГУ и физмат-школы, вот тогда я посмотрел на биографию и сказал, может, я хватит учиться, потому что пора работать. Вот это было хорошим напутствием, которое я продолжаю. И хорошей мотивацией для того, чтобы соответствовать тем требованиям, которые руководство страны ставит перед государственной службой. Ну тогда это была первая встреча с президентом. Тогда это была первая встреча, потом я уже много раз работал в государственных органах и назначался непосредственно первым президентом Ельбасы. Конечно, это было во многом, вот сейчас оцениваю 30 лет, это было доверие авансам. Ну, надеюсь, что в ретроспективе все-таки мы его постарались оправдать. А реакция какая была? Потому что многие при первой встрече с Ельбасы, как правило, теряются. У вас как? Ну, вы знаете, для меня это было такое вдохновение, которое мне помогает до сих пор. Ну и в завершении нашей беседы традиционно близ опрос, компетенция или опыт? И то, и другое. Капучино или латте? Американо. Велоспорт или бег? Бег. Английский или французский? Английский. Бенджамин Грэм или Адам Смит? Адам Смит. Гугл или Яндекс? И то, и то. Сабит Муканов или Сакен Сейфуллин? Ну, оба, конечно. Игра престолов или игра в кальмара? Игра престолов. И мой любимый вопрос, что для вас национальный интерес? Для меня национальный интерес это создание таких условий в социально-экономической политике государства, политики экономического роста, которые позволяют устойчивости нашего экономического механизма, что, в свою очередь, должно помочь укреплению и сохранению нашей независимости. Благодарю вас, Карат Нематоч, за интересную беседу. Зеленые и цифровые технологии, эффективные реформы, постоянное совершенствование человеческого капитала. Думаю, каждый казахстанец должен так или иначе видеть себя в этих парадигмах, потому что все это конкурентные преимущества новой реальности. Они нужны нам уже сегодня, чтобы завтра мы могли свой национальный интерес отстаивать вместе. До встречи через неделю. Спасибо всем. Субтитры создавал DimaTorzok